Сейчас мы создадим отображение портфолио работ фотосессии в студии. Для этого во вкладке Time Option мы переходим в раздел Main Service Section. В открывшейся панели, если этот блок не активирован, активируем его, вводим в качестве заголовка блока студийная фотосессия и под заголовок наше портфолио. А затем из этого раскрывающегося списка выбираем иконку для заголовка. Как это сделать я вам уже показывал. Теперь нам нужно отобразить наше портфолио в виде изображений. Весь контент в данном блоке также отображается и выгружается из страниц. То есть нам нужно вставить сюда 9 изображений, поэтому нам нужно завести 9 страниц. Причем каждой из них задать аватар изображения, которое собственно и будет выгружаться вот сюда. И так мы переходим в консоль редактирования. А, кстати, не забудьте сохранить изменения. И вот вы в консоли. Теперь переходим во вкладку страницы и выбираем добавить страницу. Итак, я создал первую страницу с названием студийная фотосессия 1 специально так, чтобы не перепутать страницы. А также подгружаем аватар страницы, кликнув по ссылке установить изображение. Вот так. После чего сохраняем изменения. Теперь по этому же принципу создаем еще 8 страниц. Поехали. Итак, у нас все готово. Теперь переходим обратно в панель настроек во вкладку Time Option в раздел Main Service Section. И вот этой области подвязываем созданные нами новые 9 страниц. Как это сделать вы уже знаете. Вот так. Теперь давайте после сохранения изменений перейдем на сайт для просмотра результатов. Посмотрите, все выглядит просто прекрасно. Но если мы наведем курсор мыши на один из элементов блока, то сразу выезжает название под блока. То есть название страницы и ссылка, кликнув по которой или просто кликнув на изображение, вы попадете на страницу, которую создавали под свой блок. Если вы, например, разрабатываете сайт портфолио и вам не обязательно нужен лендинг, то в принципе данный эффект для вас приемлем. И после переадресации клиента на другую страницу вы можете презентовать свою работу. Более подробно. Но мы создаем одностраничный сайт. Поэтому переадресация на второстепенную страницу для нас просто является неприемлемым функционалом. Поэтому мы данный эффект скроем. Но сделаем это на последнем уроке. А теперь давайте создадим следующий блок с показателями нашей деятельности. Итак, находясь во вкладке Time Option, мы кликаем по разделу Couting Setting Area. Итак, перед нами открылась вот такая панель. Нам нужно создать ее помощью вот такой блок, состоящий из четырех триггеров. Итак, поехали. Для начала мы активируем данный блок. Затем введем заголовок под заголовок для данного блока. А затем загрузим для него фоновое изображение, кликнув вот по этой кнопке. Итак, мы загрузили фоновое изображение для блока. Теперь давайте выберем иконку, располагающуюся возле заголовка данного блока. Как это сделать вы уже знаете. Вот так. Затем нам нужно создать вот такой первый триггер. Для этого вот в эту область вводим название первого триггера клиентов. Вот так. А в эту область вводим цифру 170. То есть при попадании этого триггера в область видимости пользователя, цифры будут бежать, пока не достигнут отметки 170. А сам триггер будет символизировать то, что к нам обратилось уже 170 клиентов. Что явно говорит о высоком уровне нашего профессионализма и надежности. Нам осталось для данного триггера выбрать иконку из вот этого раскрывающегося списка. Вот так. Посмотрите, у нас все получилось. Теперь давайте введем информацию по трем другим триггерам, по этому же алгоритму. Вот так. Все отлично отображается. Далее сохраняем изменения и переходим к настройке другого варианта отображения портфолио, которое мы настроим для выездной фотосессии. Давайте вернемся во вкладку Time Option и перейдем в раздел Fleet Section Setting. Перед нами открывается панель, где мы произведем все настройки. Для начала давайте активизируем этот блок. Затем присвоим ему заголовок «Выездная фотосессия» и под заголовок «Наше портфолио». Вот так. Далее установим для заголовка иконку. Теперь я вам расскажу, как в этот блок будет подгружаться информация. Итак, она сюда подгружается не из страниц, как в блоке, который мы настраивали для студийной фотосессии, а из записей. Итак, для того, чтобы мне отобразить 9 примеров наших работ, я должен создать 9 записей под одной рубрикой, например, портфолио. А затем привязать их через эту рубрику к данному блоку. Давайте сохраним изменения. А затем перейдем в панель консоли. Далее, как я говорил ранее, мы должны создать запись. Давайте я вам покажу еще один способ, как можно создать запись или страницы. Итак, на экспресс панели наводим курсор мыши на ссылку «Добавить» и выбираем запись. И как вы видите, перед вами откроется панель создания записи. Давайте для начала ведем название этой записи «Фотосессия Марии Ивановой». Затем создадим рубрику «Портфолио» специально для связи записи с блоком, куда нужно будет их отнести. Итак, мы создали рубрику «Портфолио» и, соответственно, отнесли к ней нашу запись. Затем мы загрузили аватар для этой записи, которая, собственно, и будет примером фотосессии в портфолио. Теперь давайте сохраним изменения и по этому же алгоритму создадим еще 8 записей. Итак, у меня все получилось. Теперь давайте перейдем в панель «Настроить» во вкладку «Tame Option» и выберем раздел «Fleet Section Setting». Итак, в появившейся панели мы должны выбрать рубрику записей, которые у нас будут отображаться в качестве демонстрации работ в нашем портфолио. Для выгрузки нужных записей в этот блок мы выбираем рубрику «Портфолио» посредством установки галочки в этом чекбоксе. Далее, если вы хотите отображать кнопку под каждой работой, то в эту область нам нужно ввести название. Я введу слово «Консультация». А вот это поле, где должен быть отображен адрес, куда, собственно, должна ввести эта наша кнопка, я никакую информацию вводить пока не буду. Ведь данная кнопка будет ввести на форму «Консультация», которую я создам чуть позже. Кроме того, в этом блоке имеются вот такие вкладки. Суть их должна быть в следующем. Вы под разными рубриками, например, такими как «Студийная фотосессия», «Выездная фотосессия» и «Выезд на мероприятие» создаете запись, которую необходимо было бы выгружать в этот блок в качестве портфолио. Затем вы привязываете эти записи через данные рубрики в панели «Настроить» посредством установки галочек в соответствующих чекбоксах. И в итоге определенные работы, то есть записи, отображались бы в соответствующей вкладке в зависимости от того, к какой рубрике вы ее отнесли. А, соответственно, при переходе в другую вкладку, то есть рубрику, отображаемые работы бы менялись на другие. Задумка, конечно, хорошая, но работает со сбоем. Ну, то есть вообще не работает. В итоге, если вы все загрузите по вкладкам, как я сказал, то вы с удивлением обнаружите, что смена работ не происходит, а просто у вас будут выгружены абсолютно все работы, то есть записи, которые относятся к рубрикам, которые вы отметили. Так что же делать? Нам нужно данные вкладки просто скрыть. Это мы сделаем на последнем уроке. Кроме того, при наведении курсора мыши на работы появляется значок ссылки, кликнув по которой мы перейдем в запись, которую создали. То есть можно настроить такой функционал, при котором пользователь, кликнув по конкретной ссылке, переадресовывается на запись, в которой мы более подробно презентуем нашу работу из портфолио. Но нам данный функционал не очень подходит, так как мы создаем одностраничный сайт, и дополнительные страницы нам ни к чему. Поэтому так же, как и вкладки, мы уберем данный функционал этой ссылки. А теперь нам нужно сохранить все изменения и перейти к настройке блока отзывы. Об этом и поговорим на следующем уроке.